Всем привет! Вы на канале Роман Гоу. С вами я, король перегона на ютубе. Начинается новая история, новый мини такой проект. Я заметил по комментариям, что как бы по прошлому путешествию возникли ко мне лично вопросы. И в связи с этим завтра вечером, где-то в 9 по Новосибу, получается в 6 вечера по Москве, я проведу стрим. Ну, чтобы не путаться, вот здесь снизу в комментарии закрепленном я напишу, точное время и дату. Проведем стрим, пообщаемся. Если у кого-то есть вопросы, зададите. Ну, в общем, просто пообщаемся. Но я уже на сумках нахожусь, на чемоданах. Я готов к новому путешествию, так что приятного просмотра. Я отправляюсь сегодня в город Владивосток. Подхожу к вокзалу. Решил попробовать поехать на поезде 4,5 дня. Жесть, конечно. Но ценник 20 тысяч на самолете с пересадками в Москве против 6 тысяч на старом добром плацкарте. Все-таки решил сэкономить. Не разу так долго в поездах не ездил. Поезд номер 2 уже ждет меня где-то на пути. Поезд номер 2. Путь тоже номер 2. Вот такие вот здесь удобства. Душ, типа биде или так это называется. Салфеточки, столик. Все это, марам в марамаре. Розеточка. В общем, все было положено. Охренеть, сейчас зашел в другой туалет, а тут смотрите что. Ну, моё. Даже душ есть, я вообще пошел. Обычный поезд, самый обычный, самый дешевый. Это остановка в городе Красноярск. Во втором часу ночи вот решил прогуляться. Блин, уже спину отлежал. Всего полдня проехал. Еще четыре дня, четверо суток. Как у мотоциклистов говорят, на долгих пробегах железная задница, типа, то тут в поезде железная спина получится. А это у нас город Нижний Узинск уже. И что хочу сказать по поводу автопробега на Черном Бриллианте, по поводу этого путешествия, действительно, оно оправдалось. Полностью все путешествие, с билета на самолет до самой последней скрепки, все окупилось. И все деньги я забрал после продажи автомобиля, как многие и догадывались. Тем временем, я уже в городе Иркутск. Нахожусь стояночкой 30 минут. Можно походить, погулять. Потеплело, я скажу, в Сибири. Холоднее, чем здесь. Там около нуля уже практически в Сибири. Здесь где-то градусов 15. Нормально, в общем. К сожалению, Байкал проезжаем ночью. Посмотреть не получится. Ну ничего, на обратном пути на машине заеду. Сейчас читаю комментарии к прошлому видео. Хочу ответить еще на один вопрос. Типа, вот, ты обвиняют меня, что я заранее там чисто на продажу взял машину, а я типа приподнес как автопробег. Так вот, я скажу, что я совершенно никогда не стеснялся и не стыдился там, когда на продажу брал машины и говорил об этом честно и открыто. И как бы смысл что-то скрывать. Ну, поменялись планы. Это да, резко, да, непредсказуемо. Ну, так бывает. Так бывает. Это жизнь. Сейчас скажу сразу, я беру машину, ну, как бы, и чтобы была машина, потому что я продал машину, и я ее выставлю на продажу. Это тоже Кейкар. Он уже ждет меня в городе Владивосток. Я машину не видел, видел только фотку с аукциона и сам аукционник. Но, блин, скажу честно, я его даже на Алиады не проверил. Вот, ну, как-то поверил, в общем, на слово людям. Отправил задаток уже червонец. И черный Nissan Days Rooks с раздвижными дверями, как со слайдерами, как я хотел в прошлый раз. С электрическими дверями, с круговым обзором. Ну, там фаршированная тачка вообще. Посмотрим вместе. Я, ну, как бы, еще сильно даже и не рассматривал, что там. Ну, вроде все, туманки, обвес там, все есть. И я в предвкушении, значит, сейчас еду. Еду, читаю ваши комментарии, размышляю. Поездка будет в формате не автопробега, а больше в формате, наверное, перегона. Такого релакса не будет уже. Ну, и, как бы, уже и погода особо не позволяет уже. Не знаю, и в машине, наверное, даже спать не буду. Блин, сейчас... Блин, сейчас зашел на Алиада, проверил. Смотрю, он есть аукционник в статистике, но почему-то он закрытый доступ. По идее, машина только-только заехала, ну, как мне сказали. На днях заехала, а все почему-то закрыто. Три месяца же бесплатно должен быть отчет доступен. Или я что-то уже опять забыл. Ладно. Сейчас уже поздно, полдвенадцатого по Владику. Не буду уточнять, завтра напишу, позвоню. В Иркутске вот встали на третьем пути, так что особо там... Да и в город, и ладно, в каком-то городе будем. А, в Хабаровске больше часа стоять будем. В Хабаровске можно в город пойти прогуляться. А это Читага. Еще недавно я здесь на Черном Бриллианте тусовался, ездил. Сейчас вот выбежал с поезда. Хочу прогуляться, маленько подвигаться, размяться. Ну и что-нибудь можешь покушать по-быстренькому. Получа стоянка, вот, надо успеть. Молоденькие. 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 Очередная станция, Карымская. Здесь тоже долгая остановка, вот, вышел перед сном прогуляться, отдохнуть. А рассматривал, кстати, также варианты. И на запад смотаться за тачкой я, скорее всего, в ближайшее время еще и туда смотаюсь. Вот, но этот вариант выбрал во Владике, в первую очередь. Хочется, ну, как говорится, такую машину, экономичную, поджопник, грубо говоря. Также можно ее выставить и кататься на ней. Очень понравился мне Кейкар Хонда Индвагон. Вообще беспроблемный, езд очень мало и по городу, и по трассе. Кстати, по трассе, вот, вы пишете, типа, продал из-за того, что там плохо на нем ехать. И вообще, вы, ребята, ошибаетесь. На нем по трассе я хоть в Америку, хоть на Луну бы поехал. Круизик включил, 90 шагаешь, шуршишься потихоньку, вообще никуда не спешишь. Конечно, наваливать там, кого-то наказывать, это не вариант. А по городу, кстати, по городу я в основном быстрее потока ездил. Если режим экономичный отключаешь, она летит, вообще будь здоров. А это Амазар. Доброе утро, как говорится, проснулся. А вот и Ерофей Палыч, тоже знакомые места. Погода здесь офигенная, тоже два месяца назад гулял здесь, даже не представлял, что сейчас буду вот с поезда, буду здесь ходить. Но уже больше половину экватора уже своей поездки я преодолел. Конечно, блин, как это, как в тюрьме в этом поезде сидишь. Станция Облучье, даже не верится, что меньше суток осталось, наконец, ехать, и что завтра в это время я уже буду во Владивостоке, и сейчас уже в районе 10 часов утра, и, скорее всего, я уже буду видеть автомобиль. Абаровск, 4 дня в этом поезде. 4 дня в заточении. Ну, вот я теперь полностью прочувствовал на себе все прелести, как раньше, редко же на самолетах летали за машинами. Вот в таких поездах с ружьями, с обрезами ездили. Конечно, не таких комфортабельных, конечно, без розеток, без USB, но примерно то же самое все было. Стоянка поезда здесь 1 час 10, но так как мы опоздали минут на 15-20, конечно, чуть поменьше, но достаточно дольше, чем в Новосибе вообще. Он к нашим 15-ти вагонам коннектит еще один состав. Хабаровск подтверждает звание самого солнечного города России. Погодка офигенная вообще. Погодка офигенная вообще. Погодка офигенная. 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 Субтитры создавал DimaTorzok